друзья с вами снова я на правильном канале сегодня мы поговорим о религии точнее о том о некоторых правилах буддизма потому что религия основанная на учению будды помогла многим людям достичь истинного счастья и гармонии в буддизме можно найти ответы на разные вопросы сегодня я вам расскажу о необходимости следить за своим языком этого требует правило буддизма и так первое правило не повторяйте никогда услышаны если она имеет негативную окраску это могут быть услышанные вами плохие новости слухи или слова не воспроизведите эту отрицательную энергию это даже нужно пойти рассказать бабушкам возле моего подъезда второе не делитесь своим духовными достижениями это высшая мудрость душевная гармония и энергия принадлежат только вам единственный случай когда вы можете поделиться этим богатством с кем-то когда этот кто-то очень нуждается в духовном наставнике третье это не распространяйтесь о своих недостатках не нужно жаловаться кому-то на собственные недостатки и принижать себя таким образом вы только показываете свою слабость понижаете самооценку и уменьшаете духовную силу да действительно нужно быть сильными духом четвертое не распространяйтесь о своих отношениях о любимых и о любых отношениях дружеских любовных или рабочих иначе они будут ослабевать со временем держите язык за зубами тогда отношения останутся прочными и стабильными пятое не рассказывайте о ваших планах на будущее то есть это тоже должен быть секрет не нужно вызывать лишнюю зависть у других ведь это чувство именно имеет мощную энергетику способную повлиять на исход вашего дела чтобы не испортить себе планы просто не говорите о них никому ну в принципе это правильно когда уже достигнете чего-то высокого все будут вами восхищаться а так всяких злых языков очень много шестое не хвастайтесь своими достижениями вот так вот не становитесь эгоистом не слишком зацикливайтесь на собственных успехов не злорадствуйте и не принижайте других на фоне личных побед также не ожидайте вознаграждение за свою доброту седьмое не хвастайтесь своими хорошими поступками пусть осознание того что вы поступили правильно или хорошо греет только вашу душ об этом не обязательно знать другим в принципе это очень даже правильно потому что если вы делаете хорошее дело пусть об этом скажут те кому вы их хорошо сделали хороший какой-то поступок хвастаться такими вещами не надо но если вы с этим согласны оставляйте свои комментарии под этим видео на этом у меня все более детальной информации есть на нашем сайте так что подписывайтесь раскидывайте это видео вашим друзьям и близким не забудьте поставьте пожалуйста лайк а также нажать на колокольчик и всего самого-самого хорошего услышимся